все же знают что россия автомобильная держава известная говорили на эту тему да 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 вот и значит есть такой автомобильный бренд и валют его собирают на заводе мотор инвест в липецкой области значит и он выпускает первые в россии отечественные электрокары чем мы не слышали вот сейчас услышишь вот есть вот непонятно почему отечественный электрокар по-прежнему называется каким-то импортными словами я конечно же даже слова патриот в россии пишут латинскими буквами да но вот и валют вот и валют да есть несколько нюансов значит вот там в этом автомобиле 90 процент 98 процентов сам автомобиля это импортные запчасти с гордостью сообщается что значит на заводе совершается предельно простые операции там стоит наш 12 вольтовый аккумулятор да вот этот вот самый обычный аккумулятор 12 вольтовый как его в любой обычный автомобиль вот он там тоже есть и он отечественный да также значит магнитофон наш отечественный и в качестве опции наш отечественный дизельный обогреватель вот все остальное как дизельный это же электрокар а вот обогреватель дизельный какой-то бред если это электрокар он должен без топлива без бензина без солярки ездить какой чертой матери дизельный аккумулятор как это забавно слушайте но вот эта тема с на импортозамещением которые вот так вот активно распространяются правительство чиновники что у нас вот все нормально мы вот эти высоты берем что все будет хорошо на деле это все абсолютно не так импортные поставки если мы говорим о проценте отечественных продукции в частности вот например рынок лекарств до 70 процентов из-за рубежа 30 процентов производится в россии но если мы берем эти 30 процентов которые российские они по большей части производятся из иностранных компонентов из иностранного сырья и по практически все на иностранном оборудовании то есть ну да наверное теоретически это можно назвать российским продуктом но случае если нам объявят санкции и запретят эти поставки но мы скорее всего остановим эти отечественные производства приблизительно то же самое с данным электрокаром если у нас иностранные поставки но это не эти вышли шильдики можете менять сколько хотите название страны производителя там перевирать сколько хотите но он не станет отечественным от этого что такое для россии развить отечественный автопром наста по-настоящему суверенно наш российский отечественный автопром это же огромная польза для экономики колоссальная польза ставить вот у нас производится например там нивы эти нивы 50 лет уже штампуются они практически не меняются мир шагнул вперед значительно шагнул вперед а у нас все на прежнем доисторическом уровне без учетом современных технологий безопасности экологических требований там просто производительности до у этой у этой машины все вот по советским лекалам ничего нового не придумали слушайте но мы можем же делать детали на территории россии ведь это же выгодно эти машины продаются нищее население которое не может позволить себе более дорогие качественные безопасные машины из-за того что у них доходы на там уровне ниже плинтуса они вынуждены покупать на то на что им хватает денег но производить вы эти тормозные колодки в россии производите вы двигатель кузова кондиционеры я не знаю там стеклоподъемники все для этой машины там прокладки и все остальное делайте у нас в стране ведь это же востребованная продукция вложите деньги у вас есть в бюджете необходимые ресурсы не делает это частный предприниматель не верит не хочет там я не умеет как хотите но сделайте это государство сделать и государственное унитарное предприятие или муниципальные какие-то структуры вкачайте в них деньги пусть депутаты и счетные палаты и общественность работники этого предприятия смогут контролировать этот процесс там никто ничего не разворовал закупите технологии за рубежа своруйте эти технологии если хотите если не можете разработать сами для вас это вопрос жизни и смерти и у вас внутри россии возникнет целая отрасль в которой будут работать сотни тысяч и миллионы граждан которые будут заниматься высокопроизводительным трудом то есть их производительность труда будет значительно выше чем в сельском хозяйстве значительно больше чем в легкой промышленности то есть они будут квалифицированными а значит они своим трудом будут производить огромное количество общественных благ и это означает что у вас и налоги будут хорошие в бюджет потому что от уровня заработных плат будут отчисляться пенсионные фонды которые потом разворуют но все равно деньги экономики будут медстрахи соцстрахи будут налоги на зарплаты на доходы физических лиц люди потом с этих зарплат ндс и пошлины ввозные оплатят и все остальное для экономики это будет стимул для развития это же будет но это будут инвестиции которые окупятся очень быстро вместо этого они выгоняют эти деньги в америку в европу под 0 5 процентов они сейчас разругались с ними говорят что у нас горит там деньги арестовывать мы больше не будем туда отсылать хотя это не точно они засекретили все эти данные чертова знает может отсылают но из тех данных которые нам известны они решили часть средств нб переложить в китай в юане они туда эти деньги засунули китайское правительство говорит вы знаете это очень хорошо что вы деньги положили но распоряжаться этими деньгами вы можете только с разрешение правительства китая это что за суверенитет это что за новые господа которые нами руководят но мы что не можем найти более эффективное применение этим деньгам не под пол процента их положить а вложить их в направлении которое даст и рабочие места и налоги и доходы населения и целые системы коммуникации с собой потянут ведь это же будет и логистика и потребление электроэнергии и всякие ремонтные обслуживающие организации все вверх ну слушайте для для того чтобы так настолько элементарные задачи решать но видимо нужно быть чуть умнее чем российское правительство тогда у нас все будет ништяк и вот эти электромобили которые красивыми заголовками в новостях будут греметь что это наши автомобили они будут действительно нашими действительно отечественными а это означает что не просто независимым мы будем в этих вещах в их производстве и уверенности в завтрашнем не что мы их сможем производить и потреблять а в том что прибыль будет получать россия от этого процесса а сегодня если 90 с лишним процентов этих запасных частей за рубежа за этом зарабатывают люди за рубежом но не россия